Еще раз всем добрый вечер. Мы с вами в течение где-то так 45-50 минут будем проводить сейчас семинар рекламного характера. Семинар называется «Оптимизация формул с помощью фиксации ячеек». Ну и немножечко о себе и о Центре. Те, кто со мной еще вдруг не знаком. Меня зовут Сидорова Елена. Я являюсь преподавателем Центра специалист уже почти 13 лет. В октябре будет. До этого я работала в школе, учитель математики, информатики. Участвовала в программе и в проекте президента информатизация системы образования, который проходил с 2003 по 2008, потом переехала в Москву. Ну и, соответственно, уже с 2008 года я работаю в Центре специалист, преподаю пользовательские курсы Word, Excel, PowerPoint. По Word я автор материалов. Ну и точно с 2018 года я еще время от времени публикую статью в журнале «Справочник секретаря» и офис-менеджера. Сегодняшний рекламный семинар или мастер-класс, лучше сказать, у нас проходит по темам курса уровень 2. Расширенные возможности. Курс сертифицирован в Майкрософте. То есть это сертифицированный курс в нашем Центре. Ближайшие группы по этому курсу у меня стартуют 6, 14 и 20 сентября. То есть если вдруг кто-то из вас еще не поучаствовал в этом курсе, пожалуйста, приглашаю на него. Кто-то у слушателей, смотрите за микрофончиками. Пожалуйста, отключайтесь сразу, когда подключились, иначе шумы будут потом в записи. И о том, что у нас с вами за Центр наш. Наверняка вы все уже в курсе. У нас Центр работает в этом году нам уже 30 лет. Стукнет. Более миллиона выпускников, более тысячи курсов, более 35 тысяч корпоративных клиентов у нас. Ну и, соответственно, мы, естественно, раз столько лет на рынке образования, естественно, у нас есть гарантии качества. Это методика, это современные технологии, это сертифицированные преподаватели. Гарантии результата, если вдруг что-то пошло не так в вашем обучении, возможно, при определенных условиях гарантии качества, то есть вы можете пройти у другого преподавателя образования, вернее, курс этот. Соответственно, скидок у нас очень много, различные системы идут, гарантированное расписание, с которым составляется у нас на год вперед, то есть вот сейчас уже формируется на 2022 год. Ну и, соответственно, в наших центрах пропускная система, то есть охрана – это гарантия безопасности. Значит, еще раз, тема мастер-класса – это оптимизация формул с помощью фиксации ячеек. Все вы знаете, если вы работаете в Excel, что формулы пишутся с помощью функций и с помощью адресов ячеек, откуда берутся данные. Соответственно, у каждой ячейки есть свой адрес. В Excel называется это ссылка на ячейку или адрес ячейки. И наши ячейки имеют шесть различных видов. Это относительные ссылки абсолютные, смешанные, трехмерные и внешние. Вот сегодня мы поговорим с вами о том, как меняется фиксация чек, каким образом, и поговорим о том, как применяются смешанные ссылки в вычислениях, когда их можно применять, когда следует их применять. И несколько примеров на условное форматирование, то есть инструмент, который рассматривается чуть-чуть на первом уровне и интересная задача рассматривается на уровне 2. Вот мы парочку задачек порешаем, чтобы вы были в курсе, что можно делать с помощью смешанных ссылок в этом инструменте. Итак, значит, я открываю свой файлик под заготовочку. И сначала мы поговорим о том, как в формулах применяются смешанные ссылки, для чего они используются. Я не стала брать какие-то конкретные задачи, как обычно количество, цена, стоимость считается и так далее. Я просто абстрактную задачу взяла, что у нас имеются два параметра, две переменные какие-то. Одна переменная содержит данные, которые находятся в столбце, в столбце, в столбце А. И вторая переменная, разные ее значения, различные ее значения находятся в пятой строке нашего листа. Так вот, представим себе, что у нас вот в этом диапазоне с B6 по H16 необходимо написать расчетную формулу, которая звучит как три значения А, то есть 3А плюс 2Б. И если мы находимся на, так сказать, начальном уровне написания формул, мы знаем, что такое относительная ссылка, которая выглядит как, например, А6. И абсолютная ссылка, которая фиксированная, по-другому называется, и выглядит она как доллар, а доллар 6, ну ладно, доллар и доллар 6, не важно, то с помощью этих видов ссылок мы можем написать с вами первую формулу в каждом столбце, потом ее скопировать. То есть у нас будет формула, как 3 умножить на А6 плюс 2 умножить на В5. Кто-то подключился к микрофончику, подключите, пожалуйста. Вот. Соответственно, если мы ячейку В5 оставим относительной ссылкой точно так же, как А6, то есть просто относительной ссылочке, что будет происходить при копировании формулы? При копировании формулы, кто еще сомневается, вниз мы каждый из вот этих полученных адресов формули меняем на увеличение номера строки, то есть А6 будет у нас меняться на А7, потом А8 и так далее. Давайте я вам покажу это. На вкладке формулы у нас в группе зависимости формулы есть специальная кнопка, которая называется «Показать формулу». И в этом случае мы с вами увидим не результат вычисления, а именно как меняется сама формула и ее адреса. То есть вот, смотрите, в ячейке А6 вот такая формула, в ячейке А7 у нас с вами, вернее в В7, А7 и В6, то есть В5 тоже сместилась вниз и так далее, вниз, 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 будем идти и все время каждый из указанных ячеек будет спускаться вместе с нами. Если вдруг мы пойдем с вами писать формулу и копировать ее вправо, то каждая ячейка, на которую мы ссылались, тоже уходит вправо и, соответственно, получаются вот такие формулы. То есть, что нам нужно сделать? Нам нужно написать формулу таким образом, чтобы она при копировании, пока я про горизонталь забуду, при копировании вниз у нас 17 оставалось на месте, это значит, что мы должны ячейку В5 сделать абсолютной ссылочкой или зафиксировать, по-другому говоря. На клавиатуре у нас есть клавиша, которая отвечает за изменение фиксации ячейка, это клавиша F4. Если у вас ноутбук, который предполагает, что функциональные клавиши работают дополнительно с клавишей FN, соответственно, FN F4. И что у нас получается? Тогда при копировании данной формулы, когда мы В5 зафиксировали полностью, у нас при копировании вниз В5 остается на месте, но А6 меняется по правилам А6, А7, А8 и так далее. Но пока эта формула может копироваться вниз, но не может копироваться вправо. Так вот, сейчас я пока эту формулу сотру. мы с вами должны понять, что при копировании нашей формулы в двух направлениях придется немножко по-другому зафиксировать ячейки. Например, если я беру ячейку А6, пока не буду ничего с ней делать, мне нужно, чтобы она вниз скопировалась с изменением номера строки, а вправо она должна скопироваться, чтобы не менялся адрес или имя столбца. В этом случае мы используем ссылку, которая называется смешанная с фиксированным столбцом. То есть строчка меняется, столбец не меняется. Что для этого нужно сделать? Для этого нам с вами нужно несколько раз нажать на клавишу F4. Давайте посмотрим этот процесс. Значит, первое нажатие на F4 делает ссылочку абсолютной, когда фиксируется и строчка, и столбец. Второе нажатие на F4 превращает наш адрес в смешанную ссылку А, доллар, шесть, где фиксируется шестерочка, то есть номер строки. И третье нажатие дает нам смешанную ссылку, когда фиксируется столбец, то есть доллар стоит перед буквой А. Ну, если я еще раз нажму на F4, мы снова превратим наш адрес в относительную ссылку. То есть клавиша F4 меняет четыре адреса ячейки. И, кстати, именно поэтому взяли не F5, F7, F9, а F4, чтобы мы запомнили, что именно F4 меняет четыре адреса. Так вот, если мы остановимся на адресе доллар А6, обратите внимание, что при копировании вниз у нас ссылка меняется на А7, А8 и так далее, как нам и нужно для первого параметра. А вот при копировании формулы направо мы с вами не будем смещаться, то есть везде будем брать данные из столбика А. То есть если нам нужно сослаться на переменную А, то мы будем ее фиксировать по столбику. Дальше. Если мы возьмем с вами данные из пятой строки, то есть ячейка B5, нам для написания и копирования формул необходимо, чтобы вниз при копировании мы всегда брали из ячейки B5, а при копировании направо мы брали бы данные с B5, C5, D5 и так далее. То есть при копировании направо у нас ссылки должны меняться, при копировании вниз нет. Что в этом случае мы делаем? Мы с вами можем проанализировать адреса прямо на слух B5, C5, D5, E5, F5 и так далее. У нас у всех этих адресов разные буквы, но одинаковое значение номера строки, то есть пятерочка. Это значит, что фиксацию мы будем с вами проводить именно по строке. То есть снова нажимая на клавишу F4 несколько раз, я должна найти адрес, который выглядит как B$5. Фиксированная строчка. Давайте посмотрим, как при этом будет формула меняться. Если я копирую формулу вниз, то мы всегда берем данные из ячейки B5, то есть везде у нас будет вот этот параметр равен 17. А вот если я скопирую формулу направо, так как перед буквой B у нас, перед номером столбца, нет значка доллара, то наша ячейка, на которую мы ссылаемся, тоже идет направо. То есть если у нас данные находятся в строке, мы фиксируем строчку, значит значок доллара будет стоять перед числом. Соответственно, давайте вернемся к нашей формуле. Я отключаю кнопку показать формулы. Нашей задачей возвращаемся. Итак, значит, смешанная ссылка. с фиксированным столбцом. Так, сейчас смешанную. Итак, фиксированный столбец у нас выглядит как доллар, буква, например, А, и номер строки числом. Так, притерочка у нас. Если нам нужно зафиксировать строку, фиксированная строка, адрес у нас будет выглядеть как буква, в нашем случае B, значок доллара и номер строки. То есть доллар стоит перед номером строки. Ну и теперь давайте будем смотреть. Итак, равно. берем первый параметр, умножаем его на 3, то есть 3 умножить на А6. И так как все данные перемены находятся в столбце, мы с помощью клавиши F4 фиксируем по столбцу. Доллар А6. Дальше продолжаем писать плюс. 2 умножить. B это у нас с вами ячейка B5 первое значение и все ее значения находятся в пятой строке. Значит, адрес мы будем фиксировать по строчке. Нажимаем F4 до тех пор, пока не увидим адрес B, доллар 5. Соответственно, мы завершаем формулу и теперь можно ее копировать вниз. Ну и давайте проверим. минус 5 умножить на 3 это чего у нас? Минус 15 плюс 17 умножить на 2 получается плюс 19. И если мы эту формулу скопируем направо, то вот в этой ячейке у нас получается минус 30 плюс 44. Соответственно, у нас получается вот эти плюс 14. То есть при копировании направо у нас тоже все работает. Теперь для тех, кто не знает, как можно быстро скопировать. Может быть, как говорят сейчас, любят лайфхаки. То есть смотрите, скопировать формулу можно, конечно, маркером автозаполнения вот этим плюсиком потянуть направо, потом скопировать вниз или сначала вниз, потом направо. А можно сделать так. Выделить диапазон, на который вы собираетесь копировать, начиная с формулы и на клавиатуре нажать сочетание клавиш. Сочетание клавиш Ctrl плюс R от слова Right будет копировать направо и Ctrl плюс D от слова Down будет копировать формулу вниз. Но это работает только на выделенный диапазон. Итак, диапазон выделяю, Ctrl R копирует вправо, Ctrl T копирует вниз. И так как мы с вами продумали вот эту фиксацию ячейк правильную, у нас все формулы будут показывать правильные результаты. То есть я встаю, например, вот в эту ячейку, нажимаю клавишу F2 или двойной щелчок мыши и мы смотрим, что здесь действительно 3 умножается на 0 плюс 2 умножается на 32. То есть любая формула у нас работает по правильным исходным данным. Итак, маленький вывод. Фиксация по столбцу и по строке, то есть мы используем смешанные ссылки, в том случае, если нам необходимо копировать формулу в двух направлениях. То есть сразу вертикаль и горизонталь. Если только вертикаль или только горизонталь, нам достаточно относительных абсолютных ссылок, то есть не фиксированных фиксированных полностью. Очень просто запоминается, где нужно поставить значок доллара. Если у вас все данные находятся внутри столбца, то есть если у нас одинаковый столбец, то мы должны зафиксировать столбец. В нашем случае это вот эти доллар А6. Доллар А6. Если же у нас данные находятся в строке, то мы должны зафиксировать строчку. Если строка, фиксируем строку. В нашем случае это доллар, вернее, B$5. B$5. Вот такая логика. Очень простая. Столбец, фиксируем столбец, строчка, фиксируем строчку. Ячейка одна сама по себе фиксируем полностью. Но если у нас будут данные меняться по диапазону типа таблицы, то мы фиксировать с вами эти данные не будем. Это на будущее на всякий случай. Так вот. В вычислениях мы с вами посмотрели, как используются смешанные ссылки. Но еще смешанные ссылки очень удачно используются в вариациях формул для условного форматирования. Вот. Сейчас я перехожу на лист условное форматирование один. И мы с вами опять же пока поанализируем, а потом уже еще одну задачку решим. Значит, смотрите, задача такая. Есть у нас некий набор значений, и нам необходимо выделить строчку, где итоговое значение больше 10% от общего итога. Сначала по шагам. Что мы должны сделать? Мы должны посчитать итоговую сумму. Можно в ячейке К4 ввести равно сумм или сочетание клавиш Alt равно. Программа нам посчитает суммарные данные по первой строке. Далее с помощью маркера автозаполнения, это маленький черный плюсик внизу справа, мы копируем эту формулу вниз, мы получаем значение итоговых данных по каждой строчке в отдельности. Вот эти итоговые суммы должны быть больше 10% от всех вот этих значений, то есть от итоговой суммы. Итоговая сумма у нас считается как автосумма по столбцу и того. Сейчас мы эти вычисления делаем, но потом мы их уберем, то есть мы не будем это показывать всем. что дальше? Как посчитать долю каждого значения и того от общей суммы? Доля как всегда у нас считается как отношение одного значения к другому. И что мы должны сделать? Мы должны изменяющийся итог, например вот эти 502, разделить на неизменную общую сумму. То есть вот на это значение, но и так как оно не будет меняться для всех строк мы эту сумму делаем абсолютной ссылочкой, то есть фиксируем полностью и получаем некое значение в процентах. Вот, что мы сейчас видим по вот этому столбику, что у нас два значения превышают 10%, то есть вот эти строчки в конце концов у нас должны покраситься в зеленый цвет. Так вот, нам сейчас нужно продумать такую формулу, которая будет при копировании направо в первой строке всегда давать 4,14%, а при копировании вниз должна повторять вот эти значения. То есть нам нужно продумать фиксацию ячеек. Итак, смотрите, мы формулу будем копировать вправо и вниз в двух направлениях, в двух направлениях, соответственно нам нужно будет использовать относительные абсолютные ссылки. То есть те данные, которые меняются по строке, но не меняются по столбцу, мы будем фиксировать по столбику, ну и если нужно по строчке тоже будем фиксировать. Сначала посмотрим, как эта формула будет выглядеть уже в конечном итоге, то есть без вот этих промежуточных вычислений. Итак, для того, чтобы рассчитать долю для первой строки, мы должны сумму по этой строке разделить на неизменную сумму для всех. Соответственно, формула у нас будет выглядеть так, равно сумму по вот этому диапазону. И что нам нужно предусмотреть? Что при копировании направо эта сумма должна остаться постоянной, а при копировании вниз она должна измениться, то есть сюда изменяется, сюда нет. Что это значит? Это значит, что у нас с вами строчки 4 и 4 будут нефиксированными, а столбец D и столбец J должны быть зафиксированы. Соответственно, если работать по ячейке D4, у нас адрес должен быть доллар D4. Если мы с вами будем говорить о ячейке J4, соответственно, опять же, столбец должен быть зафиксирован, доллар J, четверка должна меняться. Вот этот вид диапазона должен появиться внутри функции сумм. Это значит, что мы с вами должны несколько раз нажать на клавишу F4. Сначала абсолютная ссылка, потом смешанная с фиксированной строкой и смешанной с фиксированным столбцом. Доллар D4, двоеточие доллар J4. На этом мы скобочку закрываем. Давайте пока проверим. секундочку, у нас тут процентный формат затесался. Итак, проверяем. При копировании направо сумма должна остаться неизменной, а при копировании вниз должна меняться. Эти значения совпадают вот с этим столбиком. так, не поняла. Промахнулись. Секундочку. Так, кто у нас там? Б, б, б. А, ну понятно. Почему я промахнусь? Так, у кого там детки кричат? Так, Так, что у меня получилось? У меня столбики В и С были скрыты, невидимые. Соответственно, что я должна сделать? Вот это вот D4 поменять на B4. То есть с B4 по G4, фиксированное по столбику. Еще раз. Копирую формулу. Ну и в общем здесь сейчас точно должны совпасть вот эти значения вот с этими значениями построчными. Теперь я должна эти суммы разделить на неизменную сумму по всем. То есть, соответственно, снова в первую чайку встаю, ставлю разделить, пишу функцию сумм. И выделяю весь диапазон исходных данных, начиная с B4 по чайку G16. Сразу делаю ссылку абсолютную, то есть фиксирую полностью, нажимаю на F4, закрываю скобочку, завершаю. И опять смотрю, как эта формула будет копироваться направо. Выделяю диапазон, Ctrl-R скопировала вправо, Ctrl-S скопировала вниз. Ну и давайте еще в процентный формат переведу. Для того, чтобы мы с вами убедились, что вот эти значения опять же у нас совпадают построчным. То есть смотрите, как мы выкрутились. Мы взяли значение по диапазону суммарное и зафиксировали по столбцу, чтобы направо у нас не изменились значения, а по строчкам, то есть вниз, изменялись. И вот эту сумму, вернее, вот эту формулку мы можем сейчас скопировать, чтобы не писать ее сначала. После копирования, если вдруг не в курсе, то есть копируется именно строка формул, а дальше нажимается Escape, чтобы вот эта формула у нас с вами не полетела. Ну а теперь наше условное форматирование. Значит, если кто-то с условным форматированием знаком на уровне выделить и взять там правила выделения чайник больше, меньше, там гистокрамки, правила отбора и так далее, для вас это сейчас будет новым материалом. Если кто-то знаком, как пишутся формулы, соответственно, вам нужно будет просто это повторить. Итак, любое условное форматирование начинается с выделения того диапазона, который мы собираемся покрасить. Это значит, что мы выделяем диапазон с B4 по J16. Только эти ячейки мы собираемся форматировать. Далее открывается условное форматирование. Мы не будем заниматься вот этими первыми пятью группами, это заготовки, которые нам сейчас не подходят, поэтому мы выбираем команду создать правила. Кстати, все правила условного форматирования можно создавать сразу через эту кнопочку, но к ней нужно привыкнуть. Итак, создать правила. В диалоговом окошке мы видим сверху типы правил, которые можно использовать. Здесь на основании значений всякие наши шкалы, гистограммы набора значков и так далее. Нам нужен последний тип, который называется использовать формулу для определения форматированных ячеек. Что нам нужно про формулу знать? Фактически, само условное форматирование можно представить как функцию если. Если в курсе, то она звучит так. Если выполняется какое-то условие, то делай так, иначе поступай по-другому. В простом варианте она звучит как если, то иначе. Так вот, условное форматирование это уже в нашем понимании написанная функция если. Поэтому вот в этом поле мы пишем только условие. А условие у нас какое? Значение, формула, сумма по каждой строке разделить на сумму итоговой должна быть больше 10%. 10% можно писать как проценты, как 0,1. Сейчас я эту формулу скопирую, чтобы вам потом покрупнее показать. Ну и если это условие будет выполняться, нам нужно назначить этим ячейкам формат заливка зеленым цветом. Поэтому после того, как поставили условие, нажимаем на кнопку формат, переходим на вкладку заливка и выбираем какой-нибудь зелененький цвет. Жмем окей, еще раз окей. И вот убедитесь, что 10,45 и 10,14 вот эти строчки покрасились. Итак, формулка у нас выглядела в окне вот таким вот образом. Если это условное форматирование, если сумма по каждой строке деленная на сумму всех значений больше 10%, то покрась зеленым цветом. Аналогично можно решить вторую часть задачи. Красным цветом залить те строчки, где итог меньше 7% от общей суммы. То есть отработка. Снова выделяем диапазон тех ячейок, которые собираемся проверять на условия. Открываем условное форматирование. Создать правила. Использовать формулу. Ну и предполагаем, что если. Если что. Я ту же самую формулу вставлю. Если сумма каждой строки деленная на сумму всех итоговых значений неизменных, поэтому фиксация полная, меньше 7%, то нажимаем на кнопку формата и говорим, что мы форматировать будем эти ячейки красным цветом. Жмем окей. Проверяем. 4%, 6%, 7%, 8, 15, 5, 43 и так далее. Итак, сумма меньше 7%. Что-то меня тут смущает вот эти ровно 7%. Давайте я перейду на общий формат. Вот, смотрите, пожалуйста, иногда визуальное округление, которое делает вот эти вот форматирования наши, они немножко нас вводят в заблуждение. То есть, смотрите, на самом деле это 6,9%, а он нам показывал как 7% ровно. Именно поэтому вот эта строчка была выкрашена в красный цвет. Вот поэтому, если вы хотите, чтобы вот этот пример правильно показывал, то можно сделать таким образом. преобразовать в процентный формат, но дать не два знака после запятой, потому что иначе округление проходит не таким неправильным образом, а, например, 3, то есть добавить еще один знак, и вы увидите, что эта строчка имеет значение 6,99, вернее, 9,999 тысячных процентов. То есть, реально выделение произошло правильным образом. Вот, итак, значит, еще раз, в условном форматировании точно-точно так же, как и в формулах. Фиксация по строчкам или по столбцам, то есть смешанные ссылки, используется в том случае, если мы формулу пытаемся скопировать в двух направлениях. То есть, фактически, наша вот эта формула, она работает в каждой отдельной ячейке. То есть, встает в ячейку с 22, проверяет, чему равна доля. И если эта доля меньше 7%, то красится. Потом идет в ячейку С4. Проверяется та же самая формула. Именно поэтому мы фиксацию выполняли. Если эта формула имеет такое же значение, соответственно, тоже красится. Или в пятой строчке не выполняется условие, значит, не красится, не красится, не красится, не красится. То есть, ни одна ячейка при проверке этого условия не покрасилась в красный-зеленый цвет, потому что эти условия не выполняются. То есть, вот это как бы сама логика условного форматирования на таблицу, на выделение строчки. Ну и еще мы посмотрим один пример, который предусматривает выполнение двух условий для того, чтобы покрасились данные. Условное форматирование 2 лист. У нас есть некие данные о запасах каких-то товаров на складе. Какие есть значения, которые нам пригодятся при работе. У нас есть текущее количество каждого товара на складе. Есть некое правило, что каждого товара должно быть определенное количество. То есть, минимальный запас мы должны с вами держать всегда на складе. Но это не всегда выполняется. Поэтому наша задача узнать, что какой-то из этих товаров нужно срочно заказывать. Такое здесь условие. Количество на складе должно быть больше или равно... Больше нуля, это значит хорошая ситуация. Если количество на складе меньше равно нулю, значит это срочная команда для заказа. Но у нас есть еще одно условие. У нас есть колонка примечания, в котором есть какие-то позиции, что этот товар мы больше не заказываем по какой-то причине. И какие-то товары нам заказ товара нужно приостановить на какое-то время. То есть не заказывать вообще или приостановить на какое-то время. Так вот, заказать нужно тот товар, в котором количество на складе меньше минимального запаса и нет примечания вот в этой колонке. Соответственно, два условия. Два условия, которые должны выполняться одновременно. Если вы когда-нибудь занимались задачками на логику, вы знаете, что функция «если» всегда дает один из двух ответов. Да или нет. То есть истина или ложь. Но могут присутствовать несколько условий, которые мы должны объединить в те же самые ответы «да» или «нет». И это значит, что мы должны объединить эти условия логическими связками. Их две. Связка «и» и связка «или». Связка «и» говорит о том, что мы должны выполнить хотя бы одно из указанных условий для положительного результата. А связка «и» говорит о том, что нам необходимо выполнение всех условий одновременно. Так вот, задача у нас с вами складывается в следующее. Нам нужно выделить строчку с товаром, который нужно заказать. Это значит, что количество на складе меньше равно минимальному запасу и отсутствует примечание. Что такое отсутствует примечание? Это значит, что ячейка в столбике «и» или «i» не пустая. Вернее, пустая. В Excel есть категория формул, которая называется «проверка свойств и значения», либо в некоторых версиях она называется «информация». В этой категории есть функции, которые сообщают о состоянии ячеек указанных. Среди них есть функция, которая называется «e» пусто. То есть, если ячейка пустая, то покажи истину, иначе покажи ложь. Так вот, для проверки. Если мы с вами введем функцию «e» пусто и сошлемся на ячейку «i» 4, не пустая ячейка выдаст ложь, пустая ячейка, соответственно, выдаст истину. Это одно из наших условий. Второе условие у нас какое? Количество на складе должно быть меньше равно минимальному запасу. И здесь, если условие выполняется, то будет истина, если не выполняется, то, соответственно, будет ложь. Так вот, нам нужно, чтобы оба эти условия давали истину. Это значит, что наша формула будет складываться из логической функции «i» и логической связки, и одновременного выполнения первого условия и второго условия. Ну, если, опять же, кто-то из вас логикой занимался, знает, что связка «i» при «ложь» и «истина» и «истина» и «ложь» дает «ложь», и только «истина» и «истина» дает «истину». То есть вот она первая, вторая, третья, еще одна истина, еще одна истина. То есть у нас есть такие позиции, которые удовлетворяют нашим двум условиям. Вот, нам сейчас нужно эти условия прописать в формулу. И опять нужно сделать так, чтобы при копировании этой формулы направо у нас формула не менялась. Это значит, что каждую чайку, количество на складе, минимальный запас и примечания вы должны с вами фиксировать по столбцу. Итак, выделяем наши ячейки, открываем условное форматирование, создать правило, использовать формулу и прописываем аккуратно условия. Начинаем с логической связки, поэтому формула начинается с «равно и». Открываем скобочку и пишем. Независимо от того, какие ячейки выделены, ну, с какой ячейки, мы идем в тот столбец, который нужно проверить. Итак, количество на складе. Ячейка Е4. Так как эти данные находятся в столбце Е, но в разных строчках, мы эту ячейку фиксируем по столбцу. Меняем через клавишу F4 ссылочки, и ссылка должна выглядеть как «доллар Е4». Итак, «доллар Е4» должен быть меньше либо равен, ставим «меньше равно» минимальному запасу. Это ячейка F4. И так как, опять же, мы работаем со столбцом «минимальный запас», мы эту ячейку также фиксируем как «доллар F4», смешанная ссылка с фиксированным столбцом. Итак, первое условие мы прописали. Дальше второе условие ставится в этой функции через точку запятой, как любой аргумент в функциях. И теперь мы ставим второе условие. Второе условие у нас звучит как функция «Е пусто» по ячейке Ай4. Соответственно, руками прописываем функцию «Е пусто», открываем скобочку и ссылаемся на ячейку примечания, ячейка Ай4. То же самое рассуждение. Так как все примечания находятся в столбце «Ай», мы должны зафиксировать столбец. Поэтому жмем F4, пока не увидим адрес «доллар Ай4». Скобочку закрываем. Ну и если эти условия выполняются, нам нужно каким-то образом покрасить строчку. Соответственно, идем на формат. Допустим, я выбираю какой-нибудь голубенький цвет заливки. Окей. Ну да, очень хорошее замечание от Excel. В конце закрываются две скобки. Одна скобка для «Е пусто», вторая скобка для «И». То есть Excel нас с вами не даст в обиду. Ну и смотрите. Все наши строчки, точно так же, как и формулы для проверки, покрасились там, где нужно. Итак, формула у нас с вами получилась такая, равно «И». Столбец на складе меньше равно минимальному запасу. Одновременно столбец примечания содержит пустую ячейку. И в любом случае, независимо от того, какие вы условия ставите, сколько их ставите, если вы собираетесь эту формулу размножить на прямоугольный диапазон, то есть на табличку из нескольких столбцов и строк, всегда продумывайте фиксацию ячеек. Плюс к этому, когда у вас несколько условий, всегда думайте о логической связке. Можно, конечно, поставить одно условие, потом второе, но это не будет правильным, потому что каждое условие, например, если количество на складе меньше минимального запаса, например, где-нибудь вот здесь, 25 и 29, но у нас примечания не заказывать есть, то при первом условии строчка должна покраситься, а при втором условии нет. Соответственно, нужно обязательно их объединять, объединять в единую формулу. Максимальное количество условий в формуле – это 6. То есть 6 условий можно прописать, больше не дается. Можно, конечно, написать формулу, которая будет стоять в ячейке, просто ссылаться на ячейку. Если это значение истинно, то красить, если ложь, то не красить. Но этот совет нужно потом, наверное, не вскрывать. Итак, вывод. Вывод. Если мы с вами хотим выполнять вычисления, аналогично и в условных форматированиях, и в других инструментах, и копировать эти вычисления в двух направлениях, нам будут нужны и относительные ссылки, и абсолютные, и смешанные. Если формула копируется только в одном направлении, то, соответственно, относительных абсолютно ссылок будет вам достаточно. На этом у нас с вами практическая часть как бы заканчивается. Если у вас есть по текущему заданию вопросы, давайте мы их с вами порешаем, ну и потом сделаем небольшой вывод уже по самому мастеру класса. Итак, есть ли какие-нибудь вопросы? Когда используются смешанные ссылки, в каком случае, для чего? Спасибо. Ага, так, пока вопросов нет. Тогда у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, все предельно понятно, спасибо. А скажите, пожалуйста, для кого-то была вот эта информация новой сегодня? Или вы уже все подготовленные пришли? Так, ага, Анну помогло. Хорошо забытое старое, новое, отлично. Замечательно. То есть есть куда еще развиваться. Повторили. Частично новое, что-то новое. Отлично. Спасибо за обратную связь. Ну и немножечко мы вернемся. Лайфхаки плюсы, здорово. Мы вернемся с вами к рекламной составляющей. Вот. Значит, курс, повторяю, Эта тема была затронута из тем курса уровень 2 расширенной возможности. Курс наш в специалисте проходит 2 дня, если по 8 часов. И, соответственно, ага, или 4 дня, если это группа вечерняя. Вот, 16 часов всего. Старт на всякий случай повторяют 6, 14 и 20 сентября. Ага, спасибо, Ирина. Стоимость, если вы по системе вебинара подключаетесь, то 10 750 и очное присутствие, так сказать, на курсе, это почти 12 11 990. По окончанию всех наших курсов вы получаете диплом о повышении квалификации, если у вас квалификация есть. Вот. Наш курс Excel 2 входит в комплексные программы. Вы их видите здесь, их 4, эксперт, расширенные возможности анализа, визуализации, специалист в Excel и Power BI и специалист по анализу визуализации данных. То есть все они содержат Excel 2. Да, конечно, Ирина, обязательно сейчас расскажу, если нужно. Значит, что в этот курс входит? Ну, во-первых, мы будем говорить о вычислениях. Все 6 адресов ячеек мы проговариваем, какие задачи, какие там интересные возможности. Говорим о том, как используются функции в вычислениях разного вида. И одна из задач – это сложные формулы, когда в одной формуле присутствует несколько функций. Вот. Затем одна из больших тем – это сводные таблицы, то есть отчетность по источникам. Условное форматирование там же рассматриваем. Ну и побоченно повторяем сортировку, фильтры, подведение итогов. Ну вот это основные… А, да, и защита данных. Проверка данных как инструмент очень интересный. Вот это то, что входит в расширенные возможности нашей программы Excel, то есть в курс уровень 2. Вот. Как вы видите, например, в курсах в комплексной программе специалист Microsoft Excel и Power BI аж 9 уровней. То есть наш Excel, у нас 6, вернее 9 уровней Excel, плюс 4-й, 5-й – это у нас MacroSIM, соответственно. Вот. Программы можно посмотреть, естественно, на нашем сайте более подробно, если заинтересует. Обучение у нас проходит в разных вариациях, очные, очные, заочные, там индивидуальные, кстати, а очные, заочные у меня по уровню 3 скоро стартует. Открытые, вебинарные занятия. Вот. Соответственно, что у нас еще интересного? В некоторых аудиториях, если будете работать у нас, у нас два монитора, то есть на одном работаете, на втором там что-то подсматриваете. Вот. В открытом обучении очень хорошо идут эти курсы. Открытое обучение – это вы сидите, может быть, дома, может быть, в нашей аудитории, слушаете записи по одной из наших групп. Ну и, соответственно, работаете самостоятельно, можете задавать вопросы преподавателю, преподаватель в это время сидит вместе с вами в аудитории. Вот. И занимайтесь в своем темпе. Так, значит, сейчас я почитаю вопрос, который вы тут задавали, пока я рассказывала. Так, зачем использовать абсолютные ссылки, если можно поименовать ячейку? Значит, смотрите, именованные ячейки – это крутая штука, конечно. Но именованные имена используются только внутри одной книги. Вот. То есть, если вы вдруг будете брать данные из другого файла, то абсолютные ссылки и смешанные ссылки вам однозначно пригодятся. Вот. И плюс к этому, если вы данные будете переносить из файла в файл, то именованные ячейки, вернее, имена будут перетаскиваться, но работать корректно они не всегда будут. Поэтому это круто, но про простые абсолютные ссылки вы тоже должны знать. Вот. Есть ли еще вопросы? Так, ну, если что, пишите, я сейчас почитаю. Значит, спасибо, спасибо. Значит, кому обратиться вы можете? Вы можете обратиться вот по этому телефону. 495-780-4844, ну, или на почту инфо-специалист.ru, вот, естественно, на сайт. Вот. И еще, если будут вопросы конкретно ко мне, почта есидорова-специалист.ru тоже для вас открыта для обсуждения. Может быть, по курсам, может быть, какие-то вопросы по работе, если не сложные. Ну, то есть, если я в курсе, как на них ответить, естественно, отвечу, ну, или подскажу, куда обратиться, ну, может быть, какой-то источник там, может быть, литературу. Но чаще всего мы разбираемся со слушателями вместе, соответственно, пытаемся решить вопросы. Так, ну, что, если вопросов нет, если вопросов нет, тогда мы на этом будем заканчивать. У нас мастер-классы коротенькие, 45 минут обычно проходят. Ну, и, соответственно, если будет интересно узнать что-то про условное форматирование еще, то приходите, или про вычисления со смешанными ссылками, приходите к нам на курсы. Всегда будем рады. Да, сейчас, секундочку. Пожалуйста. Так, по шестому. Так, про чем заканчивается предстоящий курс. Спасибо. По поводу шестого уровня, значит, там мы используем надстройки PowerPivot, PowerQuery и 3D Map или 3D карты. Вот, соответственно, что это за курс? На первом дне мы подключаем данные к модели разными способами, создаем связи, начинаем выполнять вычисления в модели. На втором дне мы продолжаем вычисления, рассматриваем отчеты и представление наших данных на географических картах. Вот, ну, опять же, можете посмотреть на сайте программу курса, там, ну, как бы так предельно ясно по часам расчесовочка. И второй день часто заканчивается у нас зачетной работой, то есть по курсу предполагается. Да, естественно, естественно, модель разрабатывается вместе с преподавателем, то есть у нас есть у всех исходные файлы, мы вместе создаем, если что-то не получается, какие-то промежуточные модели преподаватель обычно может рассылать. Ну, бывает так, что у кого-то компьютер подвесит и так далее. То есть, в конце концов, у нас у всех одна и та же модель, которую мы оставляем себе и по ней уже какие-то отчеты создаем. Вот. Ну, побочную Excel 6, да, прорекламировали. Данные, какие данные? Данные от преподавателя. Это Excel-файлы, TXT-файлы, базы данных, соответственно, SQL-сервер. Из какой сферы? У каждого преподавателя что-то свое. Вот. Но все темы мы рассматриваем. Обычная сфера у нас что-то связанное с продажами, оно легче идет, легче воспринимается. Ну, Михаил, да, скорее всего, что-то перенести или курс, или, может быть, вы там договоритесь о переносе именно второго занятия. С менеджером лучше поговорите, как будет лучше. Да, пожалуйста. Ну что, тогда мы с вами будем заканчивать, будем прощаться. Приходите к нам на курсы. Обязательно к Елене Владимировне. Ой, спасибо, Юлия. Очень приятно слышать такие отзывы. Спасибо. 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 Спасибо.